Евгений Сергеевич, а как хирург-имплантолог, что можете сказать по поводу имплантации, насколько надежен этот метод? Ну, что я могу сказать? Безусловно, это достаточно надежный метод, и по большому счету сейчас это, ну, в общем-то, нельзя так говорить, но, тем не менее, скажу, это рутинная работа. Это не то, что 15-20 лет назад, когда эти манипуляции были эксклюзивными. Если говорить о надежности, то если здоровый человек и имплантат ставится в кость достаточного объема, то приживление имплантатов 97-98%. А срок службы, ну, среднестатистически, это 87% свыше 10 лет. Это наилучший прогноз среди всех других видов протезирования, поскольку, по большому счету, нужно с пониманием к этому подходить, что разрушаются, в конце концов, любые пломбы, любые коронки, все что угодно. Но имплантаты ставят дольше всего. Но в 13% случаев бывают, конечно, неудачи. Иногда по труднообъяснимым причинам. Ну что ж, ничего в этом страшного нет. Ну и вышел из строя имплантат, имплантат удаляется, замещается либо новым имплантатом, либо какой-то иной конструкцией. Жизнь из жизни. Евгений Сергеевич, а по Вашему мнению, от чего зависит срок службы установленных имплантатов? Вот очень многих факторов, которые иногда действуют кумулятивно и в каждом конкретном случае сказать трудно. Но все же, можно выделить несколько факторов. Ну, начиная с качества установки имплантатов. Это имеет определенное значение, безусловно, и качество самих устанавливаемых имплантатов. Хотя на первом этапе приживается большинство имплантатов, проведенные исследования, любых фирм, практически одинаково. В дальнейшем проблемы возникают из-за ортопедических компонентов, что может сказаться через годы. Может происходить перелом аббатмента, аббатмент – это то, на чем фиксируется коронка. Может происходить перелом винта, фиксирующего аббатмент, ну и различные другие осложнения. Кроме того, чрезвычайно важным моментом является гигиена. Гигиена вообще чрезвычайно важна для жизни собственных зубов. Но для имплантатов она важнее. Собственный зуб может длительно выдерживать наличие налета и зубного камня. Имплантаты же, на которых откладываются налет и зубные камни, точно так же, как на своих зубах, этого очень не любят. Развивается сначала поверхностное воспаление, там, где камень, которое запускает иногда необратимый процесс. Если обнажилась уже часть шероховатой поверхности виткового имплантата, там она колонизируется бактериями, и дальше этот процесс трудно остановить. Поэтому чрезвычайно важно поддерживать гигиену. Есть еще некоторые моменты. Это окклюзия. Что такое окклюзия? Это правильное смыкание зубов. Имплантаты не имеют собственной подвижности. Большинство некоторые имеют. Но большинство не имеют собственной подвижности. Когда имплантат соединился с костью, нельзя применять термин «срости с костью», «соединился», но это тема отдельного разговора, он абсолютно неподвижен. В отличие от собственных зубов, собственные зубы имеют микроподвижность. Порядка 8 микрон. То есть, когда мы жуем, сжимаем зубы, наши зубы вдавливаются в кости. Ну, не в кости, а в периодентальную связку. Имплантаты лишены периодентальной связки, поэтому они вести себя таким образом не могут. И вот, допустим, установлен имплантат, поставлена на него прекрасная коронка. Эта коронка должна быть выведена из прикуса. То есть, она не должна доставать до антагониста на 8 микрон. Для этого существуют специальные инструменты, которыми это измеряется. Но вы сегодня поставили эту коронку, вам сегодня сделали этот зазор в 8 микрон до антагониста. А через какое-то время, у каждого это время индивидуальное, у нас происходит стирание собственных зубов. А керамика может быть иногда прочнее, ямали керамика на имплантате. И что происходит? У нас собственные зубки подстерлись, а керамика стереться не успела. И у нас происходит завышение прикуса на коронке на имплантате. Это тоже очень вредоносно для дальнейшей жизни имплантата. Поэтому раз в год, может быть в два, а лучше даже чаще, при каждой профгигиене, человеку нужно раз в полгода ходить на профгигиену. Это сейчас норма жизни должна быть. Кочистка зубов. Нужно просить доктора-гигиениста, проверьте мне, пожалуйста, прикус. Берется специальная копирка определенной толщины. Хорошо, проверили. И если мы видим завышение прикуса на коронке, то мы должны чуть-чуть специальным борщиком подобрать эти 8 микронов, чтобы вывести его из прикуса. Тогда это продлит срок службы имплантата. Есть, конечно, и другие факторы общего характера. Все функционирует, пока мы здоровы. Но не дай бог, как говорится, ни про нас, ни про вас будет сказано, при тяжелых заболеваниях могут уходить имплантаты. Я встречался с такими ужасными случаями, когда были прекрасно установлены имплантаты, прекрасная работа, но человек получал тяжелое заболевание, с тяжелым лечением все уходило. Но это такие ситуации, конечно, редкие. Но в целом, в первую очередь, это гигиена и прикус. Что еще может повлиять? Человек поставил прекрасный имплантат, все хорошо функционирует, но он потерял где-то еще два зуба, другой. И переместил желание на одну сторону, там, где стоит имплантат. Ну что, перегрузка возникнет. Это может привести к проблеме. Ну, вот так вот в целом. Субтитры создавал DimaTorzok